Я очень много таких вопросов и предложений слышала, но, на самом деле, художник во время работы алкоголь употреблять не должен, либо это должен быть уже очень маститый такой художник, который уже с закрытыми глазами рисует, и то все равно нет такой концентрации, потому что, на самом деле, когда человек пишет картину, ему требуется очень большая концентрация. Несмотря на это прекрасное состояние, в котором ты пишешь, забываешь вообще все земное, все равно нужно быть в особом, возвышенном состоянии, которое несовместимо с алкоголем, потому что это, на самом деле, вот почему люди получают этот эндорфин, почему они получают большое удовольствие от живописи. Даже, кто первый раз приходит рисовать, они получают такой взрыв эмоций, который даже длится потом еще неделю, сколько это держит, потому что мозг работает по-другому. Там включаются какие-то, я не знаю, какие-то контакты, которые связаны с космосом. Вот просто физически, скорее всего, это объяснимо, потому что там действительно говорят, что включается правое полушарие, которое отвечает за творческие процессы, креативность, там еще что-то. То есть это не логически, не технически, но там идет какая-то активация, и это неразрывно связано с высшими силами, то есть с той энергией, которая, как сказать, приходит в самых наших таких радостных моментах жизни, подъем такой. И в момент творчества, почему дети любят рисовать, например, у них это… в основном все дети рисуют. Они потому что интуитивно чувствуют вот это пространственно-визуализационное вот это состояние, где они творцы-созидатели. И вот, представляете, вот, например, но это все равно, что священник будет пьян, например. Ну, так, конечно, не очень это звучит там, но я думаю, что когда человек приступает к творчеству, ему нужно быть максимально, даже если он грустный, даже если он напряженный, даже если он там веселый и хоть какой, но, начиная творить, он входит в другой образ. Он становится вот этим своим потенциальным, как сказать, потенциальным… вот потенциал, который в нем есть, в каждом человеке есть потенциал художника, он входит в это состояние, и он возвышен, и он должен быть чист. Вот я к чему веду. Чист, как ребенок. Вот почему я часто говорю на мастер-классах – не напрягайтесь. Вообще, вот, начинайте творить, будьте свободны, расслабьтесь. Ну, просто включите своего ребенка. Как сидят там, они высунут язык, дети там что-то рисуют, такой, просто получают удовольствие от процесса. Вот, кстати, даже по поводу критики я говорила, что, если… ну, чтобы не слушать критику, вот вы попробуйте ребенку, который рисует, сказать ему «ты неправильно нарисовала», скажет «я правильно все нарисовала, вот я вот так вот нарисовала и все, и он не позволит свой рисунок влезть». А если позволит, то он просто из вежливости и потом, возможно, даже отобьете желание рисовать. Вот. Поэтому художник и вещества, алкоголь и другие какие-то вещества вообще несовместимы. Может быть, кто-то там употреблял чего-то, я не знаю, но чтобы написать что-то хорошее и в полноте получить то состояние, ради которого мы творим. Здесь пить нельзя, вы можете его пропустить. И даже бывают такие моменты, например, я сама, например, если я чуть-чуть, например, выпила и что-то нарисовала, это просто на своем опыте. Пока ты пишешь, да, тебе кажется, о, круто, какой я художник, как мне вообще прям все хорошо. Но на следующий день думаешь, зачем? Ну, то есть, на самом деле, это иллюзия есть, вот как алкогольная иллюзия есть, что что-то все расцветает, все хорошо, жизнь удалась, а потом ты смотришь и понимаешь, что это обман.